Экс-премьер Украины назвал брехни воспоминания Порошенко о Майдане. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал брехни воспоминания президента страны Петра Порошенко о том, что он якобы сам выносил тела погибших в ходе Евромайдана. Это реально страшно, как в Одессе нападают на украинских активистов. В Киеве опасаются дестабилизации и пророссийского восстания. По словам украинского президента, в один из дней он оказался в самом эпицентре событий. Когда шел в Верховную Раду, он пояснил, что активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов. Брехня это все, что вы серьезно реагируете, сказал Азаров в интервью РИИ Новости. Политик также напомнил, что ранее в украинской прессе неоднократно появлялась информация о том, что руководители Евромайдана были сами причастны к гибели людей с обеих сторон. При этом следствие до сих пор никак не расследовало эти данные. Азаров отметил, что новая украинская власть обязательно должна будет это расследовать. 20 февраля в Международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что неспособность Киева осудить виновных в убийствах на Майдане это позор. 21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал Майдан незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более ста человек. С итогами Майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тысяч человек. Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. Смену власти поддержали далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.